Для детей, достигших 14 лет. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова программа Регион 10. Разумеется, вы, уважаемые телезрители, привыкли к тому, что в нашей передаче мы показываем разные уголки Кустанайской области, но на этот раз мы решили не выезжать за пределы города и показать вам кое-что интересное внутри Кустаная. Поэтому ближайшие 15 минут будьте вместе с нами, будет круто. Поехали! Наверняка каждый житель нашего города знает про Агромаш Холдинг и что он является крупнейшим отечественным производителем сельскохозяйственной техники в Казахстане. Конечно же, очень радует тот факт, что Кустанайская область вносит огромную лепту в развитие агропромышленного комплекса. Например, прошлый 2021 год для Агромаш Холдинг стал результативным. В первую очередь это связано с запуском локализационного центра по производству сельхозтехники. Отмечается, что данный центр позволит увеличить локализацию производства в Казахстане. Также возможно снижение себестоимости продукции и увеличение качества техники. В будущем предполагается полное импортозамещение. Мы сейчас находимся в локализационном центре. Его запустили в 2021 году, в марте месяца, ровно год тому назад. Когда мы переехали сюда, здесь уже было установлено современное оборудование. Это листогибы, плазменная, лазерная резка, трубогибы, лентопильные станки. Сварочный участок полностью у нас обновился. Все это оборудование работает на локализацию производимой нами техники. Вот недавно мы закончили, буквально несколько дней тому назад, производство сейлки СЗУ-21. Сейчас приступаем к локализации узлов, деталей. Это на комбайны. То, что современное оборудование позволяет нам увеличить производительность труда, так как после лазерной резки уже не требуется механическая обработка. Естественно, затраты меньше и производительность увеличивается. Компанией был закуплен широкий ряд современного оборудования. Это порядка 55 единиц новых станков и производственных линий, которые позволят увеличить как мощность, качество, так и объемы производимых компонентов для тракторов, комбайнов, сиялок, жаток и прочего. В их числе итальянская линия порошковой окраски металлических деталей мощностью 1200 комплектов комбайнов в год. Кроме того, был представлен заготовительный участок. На нем смогут производить раскрои до 750 кг металлопроката в час или два комплекта комбайнов в смену, или тысячу комплектов в год. Как сказал замначальника производственного управления Виктор Борисов, важный фактор современного оборудования – это низкое энергопотребление и малые расходы на техническое обслуживание. Это позволит снизить себестоимость. Планы на этот год у нас такие – это локализация комбайнов. Согласно постановлению положения у нас определенные узлы есть, локализуем наклонную камеру, измельчитель, лестницы, транспортная тележка для перемещения жаток. Также в планах у нас локализация кабины тракторов. У нас уже поставлена линия по сварке, а также линия сборки трактора «Лавол». Кроме того, запуск локализационного центра наглядный пример промышленной кооперации с другими странами, а значит, это ответственность производстве со всех сторон. Прошлый год стал насыщенным и в плане новых партнеров. Агромаш Холодинг начал совместную работу со многими иностранными компаниями. Также цех намерен увеличить уровень локализации собственной продукции тракторов «Лавол» и комбайнов «Есиль». Какую производим мы технику? Первое – это комбайны «Есиль». Их несколько моделей. КЗ-730, 740, 750, 760. Также в зависимости от модели, там есть и скопнители, и с измельчителем. Трактора «Лавол», мы уже говорили о них, которые мы углубляем в локализацию. Это с прошлого года начали заниматься техникой «Дойцфар». Это трактора, комбайны. Кроме всего прочего, у нас здесь в производе мы сотрудничаем с Алтайским моторным заводом, производим водяные и масляные насосы. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди, работающие в данном предприятии, чувствовали себя комфортно. Общая площадь производственных мощностей составляет более 36 тысяч квадратных метров. Универсальные цеха с высокопроизводительными современными станками и технологическими автоматизированными линиями, общежития, офисные помещения и учебный центр. Все это дает симбиоз хорошим условиям завод ЧАН и продвижение отечественного производства на совершенно новый уровень. К примеру, это отличная мотивация для молодежи, которая хочет связать свою жизнь с технической и инженерной деятельностью. Будучи студентами, здесь можно проходить производственную практику, а тем, кто проявит себя с наилучшей стороны, будут открыты двери уже для официального трудоустройства после окончания вуза. Наглядный пример это Галым Жулаев, который на данный момент является начальником цеха по сборке техники, а когда-то был обычным инженером. Первый раз сюда на предприятие я пришел еще студентом. Я здесь проходил практику в конструкторско-технологическом управлении. После завершения практики я обратно прошел обучение в университете, закончил КГУ имени Ахмеда Байтурсынова на должность технологической машины и оборудования. Далее, после окончания я сразу вернулся сюда обратно. И у меня на тот момент была должность инженер-технолог по сборке техники. Проработав технологом и получив опыт, спустя 4 года я стал начальником цеха сборки техники. Вот моя обязанность входит, это выпуск техники, сборка, осмотр техники. За 4 года плодотворной работы Галым от простого инженера в технолога дорос до начальника цеха. Вот что значит целеустремленность и любовь к своему делу. Интерес к технике, рассказывает Галым, у него появился еще в раннем детстве. Может быть, именно тогда он понял, что это его призвание. Эту технику я видел еще, когда был совсем маленьким. Я тогда еще и не думал, что буду именно участвовать в создании этой техники, в сборке, в производстве. И сейчас я перевоплотил свою мечту. На данный момент я доволен своей работой, я доволен своей командой. У меня большая команда. В основном это люди молодого поколения от 25 до 35 лет. Также здесь есть люди пожилого возраста, которые на этом предприятии уже работают больше 10 лет. Очень большой опыт, они нам дают, помогают, советуют. Очень приятно здесь работать. Молодому поколению я советую не лениться, стараться работать головой и руками. Сейчас такое поколение, в основном они хотят работать в офисе, там за столом. Но есть еще такие ребята, процентов 30-40, которые еще готовы идти по стопам своих родителей, которые могут работать руками. И я советую им изучать такие предметы, как физика, начертательная геометрия, математика. Такие предметы очень помогают в дальнейшем. Как показывает статистика и практика, с каждым годом спрос на отечественную технику заметно растет. Прежде всего на это существенно влияет модернизация тракторов и комбайнов, которые на сегодняшний день составляют ощутимую конкуренцию зарубежным аналогам. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша небольшая экскурсия по агромашхолдингу подошла к концу. А мы плавно переходим к следующей теме программы «Регион-10». Недалеко уехав от локализационного центра, мы посетили новый 50-метровый бассейн, который построили не так давно. Его строительство началось в 2020 году. Основа здания была выполнена из металлического каркаса, стены возведены из качественных современных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами. В помещении два основных и цокольный этаж. Общая площадь здания составляет 4000 квадратных метров. Объект числится на балансе ДЮС США номер один имени Кадрбека Успанова, поскольку в основном здесь будут заниматься спортсмены данной школы. Данное здание, бассейн, построен по программе государственно-частного партнерства. Партнерами застройки выступили Астана Гражданстрой и Управление физической культуры и спорта Акимата Кустанайской области. Стоимость данного проекта составляет 2 миллиарда 200 миллионов. Бассейн передан на баланс детско-юношеской спортивной школы номер один имени Кадрбека Успанова. На сегодняшний день проводятся организационные мероприятия. Это и приобретение тренажеров, необходимых для подготовки пловца, и другого оборудования, и материала по очистке воды. В новом бассейне будут проводиться тренировки по плаванию, президентскому многоборью и триатлону. Кроме этого, бассейн смогут посещать обычные граждане по абонементской системе или по разовому посещению. Пропускная способность объекта высокая, более 100 человек в смену. Здание очень долго ждали. Здание для города необходимое. Кустанайская область – один из немногочисленных регионов, где не было 50-метрового бассейна. С вводом в эксплуатацию данного объекта мы надеемся, что результаты спортсменов Кустанайской области будут улучшаться. Строительство такого здания для области позволит спортсменам заниматься в лучших условиях. То есть 50-метровая вода, круглогодичные тренировки, оборудование, очистительные сооружения в этом бассейне, современный тренажерный зал. Все это, я думаю, даст свои плоды. Теперь в данном бассейне будет возможность проводить мероприятия. Это официальные чемпионаты Республики Казахстан. Международные соревнования сможет принимать Кустанайская область. Бассейн оборудован по последнему слову техники. Благодаря современной системе вентиляции на окнах и потолке не собирается конденсат. Фильтрация воды производится в соответствии с мировыми стандартами. Бассейн включает 10 дорожек, его длина 50 метров, глубина варьируется от 2 до 3 метров. Мы будем работать как с детьми, так и в дальнейшем планируем и со взрослыми. С детьми мы работаем на бесплатной основе, в детской и юношкой спортивной школе мы относимся. У нас дети занимаются от 6 лет и до 18, до тех пор, пока они не выпустятся со школы. У нас именно в Кустанай из-за отсутствия 50-метрового бассейна у нас были некоторые провалы. Потому что в основном везде по Казахстану проводится именно в 50-метровых бассейнах. А у нас разница. Мы плаваем всегда в 25-метровом бассейне. И из-за этого уровень немножко разный. Потому что там вода у нас считается длинная и короткая. Короткая это 25 метров, длинная это 50 метров. И когда переход именно с короткой на длинную, получается, что спортсмен привыкает делать на 25 метрах поворот. Он за это время отдыхает. А на 50-метровом бассейне такого нет. И поэтому чувствуется немножко усталость у спортсмена. Не хватает как раз-таки этой привычки плавать в 50-метровом бассейне. Поэтому у нас всегда результаты отличаются на 2 секунды где-то вот в этом диапазоне. Плавание – один из самых прекрасных видов спорта. Спорт, где задействованы абсолютно все мышцы с равномерной нагрузкой. Занимаясь в бассейне регулярно, человек может довести линии своего тела до совершенства, не изнуряя себя утомительными пробежками или часами в тренажерном зале. Также плавание безопасно для наших суставов и позвоночника. Люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но не желающие отказываться от движения, находят в плавании отличный способ дать своему телу необходимый заряд энергии. Ну и, конечно, плавание позволяет укрепить иммунитет и повысить защитную функцию организма. Во время плавания мы находимся в горизонтальном положении. То есть, во-первых, нет нагрузки ни на колени, ни на какие-то суставы. То есть, когда ребенок растет, это очень полезно для них. И во время плавания задействованы все мышцы. Поэтому это очень полезный вид спорта. И я рекомендую заниматься им всем, даже просто так, для себя, поддерживать какую-то форму. Да и плавать, в принципе, нужно уметь, потому что открытые водоемы, речки, озера. Поэтому, чтобы сохранять, так сказать, безопасность, то надо уметь плавать. Ну, у нас, получается, в детско-юношную спортивную школу зачисляются дети от 6 до 8 лет. Да. И старше мы не берем, потому что для именно развития, для результатов, мы же все-таки спортивная школа, мы работаем на результаты, для участия в чемпионатах Республики Казахстан, международных где-то стартах. Именно 6-7-8 лет – это вот самый лучший возраст для начала занятия плавания. Приятно удивившись от нового 50-метрового бассейна, далее мы отправились в новый Ледовый дворец, который, кстати, тоже находится неподалеку от бассейна, в микрорайоне Юбилейный, возле Жастар-Сарая. Как хорошо, что у нас в городе создаются все больше условий для развития отечественного спорта. Кустанайские спортсмены и так хороши, но после появления новых спортивных объектов, соответственно, в дальнейшем будущих чемпионов будет больше. По крайней мере, мы на это очень надеемся. Цель строительства Ледовой арены – это развитие зимних видов спорта. Здесь в основном будут заниматься воспитанники ДЮС США номер 3. Здесь занимаются два моих внука. Один занимается в течение пяти лет, второй, он чуть помлаче, в течение двух лет он не уже занимается. Вот здесь все прекрасно в новом Ледовом дворце, мы в старом дворце занимались. Это благодаря, конечно, руководству Акима района. Здесь сейчас есть возможность больше заниматься, больше времени занимаются дети. Времени практически не ограничены. Да, хоккей, разумеется, куда более жесткий вид спорта, нежели плавание. Но это не отменяет того факта, что он тоже прекрасен. Бешеные скорости, адреналин, динамичные и захватывающие матчи. Именно по этой причине внук Юрия Сергеевича повыбрал хоккей. Ему нравится дух соперничества, быть в команде и вместе радоваться победам. Я занимаюсь хоккеем пять лет. Мне восемь лет. Я с трех лет пошел. Я в первой пятерке левый нападающий. Мой номер одиннадцатый. Нападающий должен помогать играть в пасы и забивать голы. Дорогие телезрители, такой вот легкий и увлекательный выпуск у нас сегодня получился. Надеемся, вам понравилось. В заключении хотим сказать, что спорт – это движение, а движение – это жизнь. Занимайтесь спортом, друзья. Будьте развиты как физически, так и интеллектуально. С вами был Аман Танатаров. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!